Кредиторская задолженность региональной отрасли здравоохранения бьет все рекорды 2,5 миллиарда на начало текущего года. К концу полугодия удалось сократить сумму на 11%, но денег по-прежнему требуется немало. Благодаря финансовой таблетке в 1 миллиард 500 миллионов направят на оздоровление отрасли. С учетом уже тех средств, которые заложены в бюджете на 2020 год, у нас будет миллиард на погашение кредиторской задолженности. Очень важная и первоочередная статья – это лекарственное льготное обеспечение и полноценное питание для беременных. Это 326 миллионов рублей. И с учетом той суммы, которая уже заложена в бюджет, у нас на льготное лекарственное обеспечение на 2020 год предусматривается 889 миллионов. Сумма, как отмечается, беспрецедентная. Не забудут про ремонт медучреждений в регионе – 111 миллионов, как в областном центре, так и в районах. В целом доходная часть бюджетов в 2020 году увеличивается на 6 миллиардов 241,1 миллион рублей. То есть мы с вами принимали бюджет в ноябре с параметром 64 миллиарда по доходам. Доходы становятся 66 миллиардов 671,6 миллионов рублей. Расходная часть также увеличивается на эту сумму на 6 миллиардов 241,1 миллион. При выросших доходах и расходах дефицит регионального бюджета остается неизменным – 900 миллионов. Необходимо наращивать мощности. Глава региона подписала распоряжение об утверждении целевых показателей в отраслях. Это позволит нарастить темпы производства и, как следствие, увеличить налоговые поступления. Не менее важным источником дохода областной казны остаются акцизы. В этом направлении акцент делается на поддержку местного товаропроизводства. Проработана агропрограмма, предполагающая индивидуальный подход к производителям ячменя. Главная программа поможет всем сельскостропроизводителям вращивать высококачественные лечмени мирового колосса. Программа предлагает новые технологии, лучшие практики, которые позволят улучшить качество вращения лечмени, увеличить производительность и эффективность, использовать природные ресурсы, а также снижение издержек. Алкогольные акцизы – полезный источник дохода, но польза самой продукции закономерно вызывает множество вопросов. Как минимум здоровья она не добавляет. Возвращаясь к здравоохранению, в конце года истекают сроки выполнения программ, отчитываться по которым регионы будут перед главой государства. До 31 декабря мы должны завершить актуализацию существующих маршрутов общественного транспорта, состояния дорожных и пешеходных инфраструктур, а также принципы развития санитарной авиации. До 31 декабря должен быть завершенный анализ кадрового обеспечения медицинских организаций и обобщение требований к структуре и штатам учреждений. Глава региона подчеркнул, время есть, но оно стремительно утекает. К тому же 31 декабря в Ульяновской области день нерабочий. Губернатор подписал соответствующие распоряжения, о чем напомнил собравшимся министрам. Слово за руководителями предприятий. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.